Дети одной планеты. Вечер под таким названием прошел в культурно-досуговом центре Союз Малаховки. Уже на протяжении восьми лет фестиваль собирает представителей всех национальных религиозных организаций круга, а также просто гостей, желающих отдохнуть и провести время с пользой. Ведь главная цель мероприятия – рассказать об особенностях нашего многонационального народа. Все национальные и религиозные организации Люберецкого округа стали главными участниками вечера «Дружбы народов». Их представители выступили с номерами, которые раскрывали самобытность каждой культуры. Они приезжают со своими творческими коллективами. И предлагаем зрителю прикоснуться, немножко прикоснуться к культуре других стран, других национальностей. Это очень интересно и это очень важно, потому что свою культуру надо знать обязательно. Но также нужно знать и культуру тех национальностей, которые живут рядом с нами. Относиться к ними дружелюбно и терпимо. С каждым годом гостей и участников фестиваля становится больше. В этом их общее количество достигло более 500. Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям округа, особое внимание обратила на многообразие народов, проживающих на территории муниципалитета. В Люберецком округе у нас представлено как минимум 6 национально-культурных автономий. Это у нас и еврейская, и армянская, азербайджанская, татарская, белорусская, мордовская. Ну и, конечно же, русские мы тоже здесь в большинстве своем представлены. Я хочу, чтобы такие мероприятия проходили, конечно же, чаще. И наша добрососедская дружба народов пусть будет всегда. Так через национальные песни и танцы выступающие погружали гостей в самобытный мир своих культур. Ну и без просто зажигательных танцев концерт в честь дружбы народов тоже не обошелся. Напомню, всего в России проживает 193 народности, а, например, в Подмосковье их представлено 140. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.